Добрый день! Сегодняшняя видео-лекция будет посвящена медиастиниту, то есть воспалению клетчатки средостения. Во-первых, что же такое средостение, или по-латински медиастинум? Это часть грудной полости, содержащая сложный комплекс органов и нервно-сосудистых образований, располагающихся между двумя плевральными мешками и ограниченных по бокам медиастинальными плеврами. Спереди задней поверхностью грудины, сзади передними поверхностями тел грудных позвонков с 3 по 11, снизу сухожильным центром купола диафрагмы. Верхняя граница средостения не представлена никакими анатомическими образованиями. Она является условной, и за такую условную верхнюю границу принято считать уровень апертура Тараццикус-Супериор. На данном рисунке схематически изображено верхнее средостение, нижнее средостение, и анатомические структуры, а также заднее средостение, и анатомические структуры, которые и ограничивают эти средостения. Переднее средостение вмещает сердце с околосердечной сорочкой, вилочковую железу, начальное отделы крупных сосудов, трахеи и главные бронхи, диафрагмальные нервы. Наиболее высокой поверхностно расположенным образованием переднего средостения является левая плечеголовная вена, что следует учитывать при выполнении оперативных вмешательств. На данном рисунке схематически изображена топография переднего средостения после удаления грудины. В заднем средостении расположены пищевод, грудная часть нисходящего отдела аорты, грудмо-олифатический проток, непарные полонепарные вены, блуждающие нервы, грудной отдел симпатического ствола. Также на данном рисунке схематически изображена топография заднего средостения. Это патогенез медиастенита. Медиастенит делится на первичный и вторичный. Что является первичным? Это результат непосредственного проникновения инфекции при открытых ранениях и при операции. Ко вторичным медиастенитам мы относим контактный медиастенит. Возникает вследствие передачи инфекции из рядом расположенных органов, например, из плевры, перикарды, пищевода, трахеи, дна полости рта, шеи, гнойного артрита, грудино-ключичного сочленения или так называемый метастатический медиастенит. Метастазирование возбудителей инфекции издалеко расположенных гнойных очагов в случае септикопии. Большой раз в патогенезе гнойного медиастенита, возникающего контактным путем, играют воспалительные заболевания тканей и органов шеи, флегмоны, раны шеи, гнойный тиреоидит. Нередко причиной являются заболевания ранения легких и плевры в случаях пневмонии, абсцессов и гангрены легких, МПМ и туберкулеза, бронхоэктотической болезни, в случае огнестрельных ранений легких и плевры, осложнившихся инфицированием. Из других заболеваний можно указать на гнойные заболевания костного, остого грудной клетки, например, остеомиелит грудины, рёбер, перихандриты рёберных хрящей, остеомиелит грудного отдела позвоночника. Инфекция узмойного очага непосредственно распространяется на клетчатку средостения. Основную группу пациентов с метастатическими медиастенитами составляют больные с такими первичными источниками, как флегмоны конечностей, остеомиелиты костей нижних конечностей, отморожение сепсис, раны нижних конечностей, костей таза, верхней конечности. Отмечены метастатические формы медиастенитов и при таких инфекционных заболеваниях, как дизентерия, рожа, грипп, язвенный калибр. При заболевании в полости рта и зева возможно как непосредственный переход инфекции, так и метастатический путь. Причиной медиастенитов могут стать заглоточные абсцессы, ангина Людовика, флегмонозные паратиты, гнойные заболевания челюстей. Первичная патогенеза травматический медиастенита возникает при экзогенном инфицировании. Это прежде всего открытые, в том числе огнестрельные травмы средостения и его органы. Следующей причиной развития первичного медиастенита является повреждение пищевода и особенно его огнестрельное ранение. Полное прекращение приема пищи через рот не останавливает инфицирование средостения, так как и при пустых глотательных движениях медиастенальную клетчатку нагнетается кровь, слизь, воздух, а вместе с ними и возбудители инфекции с пищеводом. При огнестрельных ранениях пищевода развитие медиастенита способствует травматизация, некроз, паразофагальные клетчатки, нарушение питания вследствие и повреждение сосудов и нервов. В механизме возникновения абсцессов и флегмон средостения при инородных телах пищевода лежит развитие пролежней изъязвлений флегмон стенок пищевода или перфорации с непосредственным переходом инфекции на клетчатку средостения. Причинами повреждения пищевода могут также стать инструментальные манипуляции, такие как эзофагоскопия, божирование пищевода, кардиодилатация, интубация трахеи, введение в пищевод толстого желудочного зонда. В генезе острых медиастенитов по мере развития хирургии пищевода появилась группа так называемых послеоперационных медиастенитов вследствие нарушения герметичности пищеводно-желудочного анастомоза даже при его безупречном наложении. Причинами острых нагноительных процессов средостения могут быть открытые повреждения средостения, перфорация пищевода, трахеи и бронхов, осложнение операций на органов средостения, закрытая травма, контактное распространение инфекции, метастатическое распространение инфекции. Процесс может носить ограниченный характер в виде абсцесса или диффузный в виде флегмоны. Наиболее частые возбудители это стафилококи, стрептококи, реже пневмококи, энтерококи, клепсиелы, кишечная палочка, протеи и прочее. Клиническая классификация гнойных медиастенитов. По происхождению они делятся на первичные, в свою очередь делящиеся на перфоративные вследствие разрыва пищевода и вследствие разрыва дыхательных путей и так называемые прочие. Также на вторичные, которые бывают контактными, танзилогенными, адантогенными и прочими, и метастатические. Также третий тип – это так называемые послеоперационные. По форме воспаления – отграниченный гнойный целлюлит абсцесс, разлитой гнойный целлюлит флегмона и некротизирующий фасцит. По локализации – переднее средостение, верхнее, нижнее – тотальное, заднее средостение, верхнее, нижнее – тотальное, и B – это тотальное. По характеру эксудата медиастениты бывают сирозными, гнойными и гнилостными. По виду возбудителя – стафилококковые, калибцеллярные, анаэробные, смешанные и прочие. По клиническому течению острые могут быть молниеносными, острыми и подострыми, а также хронические, делящиеся на первично-хронические и вторично-хронические. По наличию осложнений делятся на неосложнённые и осложнённые. Осложнённые, в свою очередь, делятся на осложнённые плевритом, перикардитом, сепсисом и прочими. Клиника гмайных медиастенитов, боли в груди, симптом Рутенбурга-Ревудского, симптом Иванова, положительный симптом Герки, основные болевые симптомы. Также больные занимают вынужденное полусидячее положение, у них может быть гнилостный запах изо рта. В определённых случаях имеют место быть инфлюзеративные изменения мягких тканей грудной стенки. Может определяться в случае эмфиземы средостения и её следствия подкожной эмфиземы. Также встречаются дисфагия, осеблость голоса, звон келающий кашель, синдром верхней полой вены, проявляющийся головной болью, шумом в ушах, цианозом лица и шеи и расширенных вен передней стенки груди. Могут расширяться межрёберные вены, может встречаться неукротимая икота, и может встречаться синдром Клода Бернара-Горнера, проявляющийся птозом, миозом и анафтальмом. Рентгенологические методы диагностики медиастенита. Основными рентгенологическими признаками являются расширение тени средостения, глубоких клетчаточных пространств в шее, наличие в клетчаточных образованиях шеи средостения пузырьков и полозок газа, так называемая эмфизема средостения, или её получило название симптом мини-герода. Наличие в клетчаточных образованиях шеи средостения уровней жидкости. Дополнительным рентгенологическим признакам мы относим феномены, обусловленные расширением вследствие инфильтрации клетчаточных пространств шеи, такие, например, как описаны симптом, прошу прощения, спрямление позвоночника и симптом мягких тканей штулса, это смещение трахеи кпереди. Косвенными рентгенологическими признаками медиастенита являются скопление жидкости в плевральных полостях и полости перикарда, когда это согласуется с клинической картиной. При подозрении на повреждение пищевода исследование проводится с использованием контрастирования последнего. Парометры, определяемые при контрастном исследовании пищевода, следующие. Состояние слизистой оболочки, наличие повреждений, их уровень, локализация направления и протяженность, выхождение контрастного вещества за контуры пищевода, локализация направления длина и ширина ложного хода, предложены методики определения размеров дефекта пищевода, исходя из количества данного больному контраста и размеров затёка, зафиксированных на рентгенограмме. Отношение ложного хода к просвету пищевода, медиастинальной плевре, диафрагме и забрешинному пространству. Компьютерная томография. Следующий метод диагностики гнойных медиастинитов. Компьютерная томография придаётся всё большее значение в диагностике гнойных медиастинитов, поскольку в целом ряде ситуаций этот метод позволяет наиболее оперативно разрешить все диагностические сомнения. Можно выделить постоянные и менее постоянные компьютерно-томографические признаки гнойного медиастинита. К постоянным симптомам относят признаки утолщения и воспаления клетчатки, так называемый целлюлит, скопление жидкости в различных клетчаточных пространствах, признаки утолщения и воспаления фасциальных оболочек, фасцит, признаки утолщения и воспаления мышц миозии. Такие признаки, как выявление в клетчатке средостения газа, скопление жидкости в перикардиальной и плевральной полостях относятся к менее постоянным. Основное показание к применению компьютерной томографии в диагностике гнойных медистенитов — это ситуация, когда имеется диссоциация между данными клиники рутинного рентгенологического исследования. Иными словами, такое положение может быть охарактеризовано как воспаление клетчатки средостения неуточнённого характера. Разработанный алгоритм действий для данной типичной клинической ситуации будет представлен в следующем разделе нашей видеолекции. Весьма важным достоинством компьютерной томографии является возможность чёткого определения зойно-гнойно-воспалительных изменений медиастинами. Данное обстоятельство определяет целесообразность применения компьютерной томографии не только на этапе диагностики, но и в комплексе мониторинга больных в послеоперационном периоде. Эндоскопические методы диагностики медиастинита. Каковы это методы и что мы к ним относим? Во-первых, это эзофагоскопия. Фиброэзофагоскопия показана большинству больных при подозрении на гнойный медиастинит вследствие повреждения пищевода. Противопоказаниями к эзофагоскопии служат при массивной травме пищевода с образованием медиастиноплеврального свища и пневмоторакса. Поэтому эндоскопическое исследование выполняют только после обзорной рентгеноскопии груди, а контрастное рентгенологическое исследование пищевода только после эндоскопии. Основными параметрами являются состояние слизистой просвета пищевода, при наличии народных тел их характеристики, то есть размеры, локализация, характер краёв, внедрение в пищеводную стенку, при наличии дефектов их характеристики, это размеры, локализация, глубина, кровоточивость, а также наличие характеристики гастроэзофагиального рефлюкса. Ларинго-бронхоскопия. Применение ларинго-бронхоскопии в диагностике гнойного медистенита показано не только при подозрении на повреждение дыхательных путей, но практически при всех задних верхних гнойных медистенитах. Для уточнения проходимости верхних дыхательных путей, выявления показаний к трахеостомии или продлённой интубации проведения при необходимости санации трахеобронхиального дерева. При этом обычно отмечается, что мембранозная часть трахеи пролоббирует в просвет, что является косвенным бронхоскопическим признаком гнойного медистенита. И третье – это медиастеноскопия. Диагностическая медиастеноскопия с успехом применяется некоторыми хирургами в диагностике хронического медистенита, как правило, при наличии синдрома верхней половины. При этом окончательный диагноз, как уже отмечалось, может быть выставлен только по данным гистологического исследования биоптата медиастенальной клетчатки. При лечении гнойных медиастенитов с использованием малоинвазивных видеоассистированных методов медиастеноскопия позволяет определить объём и обеспечить адекватность санации гнойной полости, а при проведении контрольных исследований оценить эффективность дренирования и характер развития гнойного процесса. Дополнительные методы диагностики медиастенита. Это плевральная пункция. Достаточно простой метод в некоторых ситуациях может сыграть решающую роль в диагностике. При плевральной пункции визуально может быть выявлено наличие в пунктате примеси пищи, данного через рот контрастного вещества, например, метиленового синего. При лабораторном исследовании признаками перфорации пищевода с повреждением медиастенальной плевры может быть высокий уровень амилазы, обнаружение при микроскопии растительных или животных волокон, низкий пааж пунктата. Поэтому микроскопическое биохимическое исследование пунктата должно выполняться при любом плевральном выпаде, причина появления которого представляется не вполне ясной. Пункция средостения. Данная методика имеет чисто исторический интерес, тем не менее нельзя не отметить, что в последние годы появилось сообщение о высокой ценности прицельной диагностической пункции средостения под ультразвуковым контролем с последующим морфологическим исследованием пунктата. Ядерно-магнитный резонанс. К оследованию методом ядерно-магнитного резонанса прибегают при подозрении на наличие хронического медиастенита. Связано это с тем, что многие заболевания средостения могут давать не только клиническую, но и компьютерно-томографическую картину, сходную с хроническим медиастенитом. Метод ядерно-магнитного резонанса в таких ситуациях обладает высокой разрешающей способностью. Радиологические методы. Определённая в диагностике хронического медиастенита отводится радиологическим методом радиографии шеи и вентиляционной перфузионной сконографии легких, а также артериографии и венографии средостения. Реже радиоизотопные методы, такие как сцинтиография с введением больного антигранолоцитатных моноклональных антител, меченых технецием 99Т, используются при острых процессах для уточнения природы выявляемой инфильтрации и скоплений жидкости в плевральных и перикардиальных полостях. Дифференциальная диагностика. Между чем мы проводим дифференциальную диагностику? Во-первых, с пневмонией, острым плевритом, эксудативным перикардитом, нагноившейся тератомой, кистой средостения, туберкулезом грудных позвонков с натёчными абсцессами, в средостении рак пищевода и корня лёгкого с распадом. Лечение гнойных медиастенитов. Лечение острого гнойного медиастенита, как и любого другого вторичного гнойного хирургического заболевания, складывается из устранения источника заболевания, адекватного тренирования гнойных полостей, рациональной антибиотикотерапии, по синдромной коррекции органных и системных расстройств. Решение двух первых задач. Есть смысл оперативного пособия при гнойном медиастените. Решение двух последних задач. Смысл медикаментозного воздействия. Больные гнойным медиастенитом нуждаются в особо тщательном уходе, качество которого далеко не в последнюю очередь определяет и успех лечения. На данном слайде вы видите схематическое изображение к различным отделам средостения, то есть хирургические доступы к различным отделам средостения. На левом рисунке вы видите доступы, которые выполняются при передних медиастенитах. Это шейная медиастенитомия, это надгрудинный разрез по Разумовскому, это разрез по Маделунгу и через диафрагмальную медиастенитомию. На рисунке Б вы видите хирургические доступы по носилову при задних медиастенитах. Надгрудинная шейная медиастенитомия по Разумовскому при верхнепередних медиастенитах. Техника её выполнения заключается в том, что когда больной лежит на спине с валиком под лопатками, производит поперечный разрез длиной не менее 10-12 сантиметров чуть выше рукоятки грудины. Рассекает поверхность слои и вторую фасцию шеи. Тупым путём расслаивает надгрудинный клетчаточный слой, не повреждая еремно-венозную дугу, разъединяет третью фасцию и пальцем проникает за грудину в передние средостения. При вскрытии порождения гнойника полость его многократно промывают и дренируют. Внеплевральная задняя медиастенотомия по носилову. Выполняется при некоторых ограниченных задних медиастенитах. Она до сих пор сохранила свою актуальность, хотя сам по себе доступ довольно травматичен. Оперативная рана слишком глубока и не всегда обеспечивает достаточное дренирование обычными способами. При операции больной лежит на животе, соответственно локализации гнойника по задней поверхности груди, выкраивает прямоугольный лоскут в виде створки, основанием обращенной латерально, откидывает его кнаружи и расплаивает длинные мышцы спины. Подноскоснично резицирует со второго по четвёртые ребра на протяжении 5-7 сантиметров, пересекает оставшиеся межрёберные мягкие ткани, тщательно останавливает кровотечение из межрёберных артерий и вен, осторожно отслаивают кнаружи париэтальную плевру. Следуя по параплевральной клетчатке, находят гнойный очаг, опорожняют его и промывают антисептическим раствором. Нижняя трансабдоминальная медиастенотомия по совиных выполняется при задних послеоперационных нижних медиастенитах. Брюшную полость скрывают верхний срединным разрезом, рассекают треугольную связку печени, отводят её левую долю книзу и вправо, обнажив пищеводное отверстие диафрагмы. Брюшную полость ограничивают марлевыми салфетками, производят сагитальный разрез диафрагмы от пищеводного отверстия. Пальцем расслаивают клетчатку и проникают вверх вдоль пищевода, достигая полости гнойника. После удаления гноя и выведения дренажа тщательно ушивают разрез диафрагмы вокруг него для создания полного герметизма и условий для последующего удаления патологического оксудата из средостения. Под диафрагмальное пространство также дренируется. Следующий доступ — это таракатонный через плевральный доступ под добромысловым. При сочетании гнойного медиастенита и гнойного плеврита, распространённых в медиастенитах при задних локализациях гнойного процесса в средостении. Ложение пациента на боку с валиком под лопатками производят боковую таракатомию в пятом или шестом межреберье. Легко отодвигают к переди в ходе... Прошу прощения, лёгко отодвигают к переди. В ходе даже ранней таракатомии по случаю медиастенита в плевральной полости обычно обнаруживают мутный, геморрагический, а позднее гнойный экссудат с неприятным запахом. Медистинальная плевра отёчна, в области ранения покрыта фибрином. Предполагаемое место ранения пищеводы изолируют салфетками и широко рассекают медиастенальную плевру. При наличии раневого дефекта в пищеводе он герметично ушивается узловыми синтетическими швами на травматичной игле с прикрытием линии швов плоскутом медиастенальной плевры. Плевральная полость тщательно промывают антисептическим раствором и тренируют отдельной двухпросветной трубкой в восьмом межреберье по средней подмышечной линии. Второй дренаж располагается в средостении вдоль пищевода и выводят его через отдельный разрез на переднюю грудную стенку по скату диафрагмы. Торакотомную рану ушивают, операцию заканчивают дренированием средостения. На данном слайде представлена шейная медиастенотомия. Каншин и Абакумов разработали метод дренирования проточного промывания с длительной аспирацией двухпросветными дренажами. Дренажные трубки выводятся вне хирургической раны, сама рана ушивается для создания герметичности полости дренирования. Более благоприятные условия для промывания полости получены при фракционной аспирации. Гнойную полость заполняют раствором антисептика, при наличии густого гноя растворами протеолитических ферментов. Дренажную трубку перекрывают, после эксплуатации и аспирации удаляют содержимое из полости гненика. Такую процедуру повторяют несколько раз в сутки, расходуют до 2-3 литров антисептика. Как раз на рисунке схематически изображена шейная, или еще называют окулярная, медиастенотомия. На рисунке А показано вскрытие гненика, а также щитовидная железа, пищевод, трахея. На рисунке БЭЧ решено дренирование заднего средостения по каншину. Медиастенит течет очень быстро. В течение от 3 до 5 суток после операции большое значение придает достаточному обезболиванию. Мы уже с вами переходим к послеоперационному методикам лечения. С этой целью назначают наркотические и ненаркотические аналогетики от 4 до 6 раз в сутки. Инфузионная терапия проводится с целью дезинтоксикации, возмещения, потерь жидкости, белков, электролитов. Весьма важную роль играет не только парентеральное, но и энтеральное питание, которое осуществляется через лонд, гастростому или еюностому. Проведение такого энтерального питания показано при медиастенитах, причинах которой послужили повреждения пищевода. Каждому больному в послеоперационном периоде обязательно назначается антибактериальная терапия с подключением не менее трех антибактериальных препаратов, воздействующих на анаэробную и аэробную флору. Полусинтетические пенициллины, цифровоспорины, аминогликозиды, препараты метронидозолового ряда и прочие. При установлении вида и чувствительности возбудителя проводят коррекцию терапии. Большое внимание уделяется мерам повышения общей неспецифической реактивности организма. Первые сутки после операционного периода проводят иммунозаместительную терапию, включающую в себя нативную плазму, лейкоцитарную массу, поливалентный иммуноглобулин, перфузат, ксеноселезенки. Кроме того, с целью протезирования функций иммунокомпетентных органов применяются методы экстракорпоральной детоксикации, такие как плазмоферез, плазмосорбца, лимфосорбца и прочее. При улучшении состояния пациента назначается иммуностимулирующая терапия согласно данным иммунограммы. И, наконец, немаловажное значение уделяется проведению симптоматической терапии. До настоящего времени летальность больных острым гнойным медиастенитом остается довольно высокой. Пути ее снижения — это своевременное хирургическое вмешательство и проведение комплексного лечения в послеоперационном периоде. На амбулаторном этапе долечивания больных медиастенитом продолжают дыхательную гимнастику, десенсибилизирующую терапию. Назначаются витамины группы В и С, целесообразные препараты, стимулирующие регенераторные процессы, такие как октавигин или сукосерил. Средние сроки нетрудоспособности при медиастените составляют от 30 до 45 календарных дней. После оперативного лечения от 60 до 80 дней. В ряде случаев учитываются условия работы больного, показано направление на медико-социальную экспертизу с целью определения группы инвалидности. Ну что же, на этом наша лекция подошла к концу. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok